Швейцарское правительство готово передать российские замороженные активы в пользу Украины. Министр иностранных дел страны Игнация Кассис заявил, Швейцария полностью за то, чтобы российские деньги за рубежом, которые замораживают из-за развязанной войны против Украины, шли на скорейшее восстановление украинских территорий. Если мы серьёзно хотим помочь отстроить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем это финансировать. Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это морально верным. Право собственности является фундаментальным. Игнацио Кассис, глава МИД Швейцарии, в интервью швейцарской газете Tagess Anzeiger. Кассис добавил, изменение закона, который позволил бы быстро конфисковать российские посанкционные деньги, скорее всего, потребует референдума. При этом Швейцария уже заморозила больше 8 миллиардов долларов российских активов. Это лишь доля от приблизительно 200 миллиардов франков, которые, по оценкам экспертов, находятся в стране и пока не могут быть заморожены, потому что не все их владельцы под санкциями. Аналогичная ситуация и во многих странах-партнерах Украины. Швейцарцы говорят, приведет к нестабильности финансовой системы и так далее. Это все вещи, о которых можно с большой натяжкой говорить, что есть основания для непринятия быстрого решения. Но самое главное то, что мир сегодня боится нарушить правопорядок, создав прецедент, когда фактически страна не признала свою вину в агрессии, а ее деньги конфискуют. Юридическая служба Евросоюза ищет решение, как направить замороженные активы хотя бы Центробанка страны-агрессора России и Украине. Активы Центробанка России на территории ЕС – это около 34 миллиардов евро. По предварительным подсчетам, их также стремятся направить на восстановление инфраструктуры Украины. Но механизм лишь в разработке. Проблема в том, что все прекрасно понимают, что конфискация активов, которые принадлежат частным лицам, – это посягательство на частную собственность. Но мир будет пытаться довести ситуацию до того момента, когда Россия признает свою агрессию. И решения будут приниматься согласно договору с Украиной об обязательствах выплат репараций. Правительство Эстонии пытается узаконить конфискацию российских активов. Киев уже составляет реестр военного ущерба, исходя из резолюции ООН, согласно которой все убытки, причиненные российской армии, будут зарегистрированы для дальнейшей подачи исков на их возмещение. В ситуации, когда в будущем Украина предъявит России претензии, которые та откажется выполнять, теоретически Украина может обратиться в другие страны или даже в ЕС за помощью в выполнении этих требований за счет активов России под их собственной юрисдикцией. Нам обязательно нужно найти какое-то правовое решение по вопросу конфискации подсанкционных активов. Лея Данильсон-Ярк, министр юстиции Эстонии на пресс-конференции правительства. Эстония в вопросе конфискации будет следовать канадскому примеру ареста имущества. О том же заявили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Пока вопрос активов решен в США и Канаде. Вашингтон принял соответствующие поправки в уже существующий закон. Благодаря этому с момента российского вторжения Министерство юстиции США конфисковало яхты, недвижимость и другие активы на 500 миллионов долларов. У лиц, которые поддерживают российское правительство или уклоняются от санкций Соединенных Штатов. Канада же приняла регуляции, согласно которым в случае нарушения мира и безопасности возможно конфискация имущества страны-агрессора. Точная сумма активов, которые можно заморозить по всему миру, неизвестна. Пока речь идет о 300 миллиардах долларов Золотовалютного фонда Центрального банка России плюс еще около 100 миллиардов долларов личных активов. Спустя год Российско-Украинской войны Украина фактически получит почти 5,5 миллионов долларов конфискованных денег российского олигарха Константина Малафеева. А также около 26 миллионов долларов, которые Канада изымает у олигарха Романа Абрамовича. Продолжает конфискацию и сама Украина. Это принесло государственному бюджету страны 17 миллиардов гривен дохода. Правительство Украины в ближайшее время примет решение об изъятии более 900 объектов права собственности страны-агрессора.